здравствуйте дорогие друзья меня зовут илья и сегодня мы продолжаем диалог об арспект и я очень рад что эта серия всем понравилось что вы ее так ждали благодарю всех за поддержку за ваши донаты за то что вы стали спонсорами это очень очень приятно дорогие друзья сегодня мы напишем еще несколько тестов поговорим о заглушках поговорим о синонимах для it и describe а также научимся тестировать возникновение ошибок и так вспомним что в прошлом уроке мы написали очень простой класс юзер который мы с вами немножко потестировали следующим образом в принципе здесь все довольно просто сейчас я хотел бы создать еще один файлик назвать его например аккаунт . арбит сразу мы можем его вот здесь подключить помощью require relative и аккаунт это предположим будет некий банковский счет который есть у пользователя соответственно у этого банковского счета будет что мы будем здесь принимать пользователя владельца и предположим что на основе этого пользователя мы будем генерировать уникальный идентификатор который собой будет представлять хэш из имени, например, и фамилии. Естественно, сюда в идеале надо бы добавить еще какие-то данные, типа там может быть даты рождения или что-то еще, но не будем переусложнять. Предположим, что имени и фамилии будет достаточно. Далее мы скажем, что есть баланс на счету. Изначально баланс равен нулю. Соответственно, скажем, что у нас будет атрибут reader, это uid и это баланс. Но здесь понятно, что каким-то образом нам нужно считать хэш. Такого метода в Ruby нету, поэтому я хотел бы создать специальный хелпер, который бы нам этот хэш высчитывал. Поэтому создадим, например, директорию утилиты и внутри создадим файлик, например, uid.rb. И здесь нам потребуется такая библиотека, как digest. Она уже входит в Ruby. Она как раз умеет хэши считать. И здесь мы добавим метод, который называется хэш. Он будет принимать некоторое количество аргументов и считать хэш, например, md5 на основе всех этих аргументов, которые мы будем просто вот так склеивать следующим образом. Если же аргументов нам не передано никаких, то тогда я просто хочу вернуть, например, nil. Вот такой вспомогательный здесь у нас с вами метод. Далее остается это дело подключить вот здесь require relative следующим образом. И дальше давайте в аккаунте скажем, что мы делаем include вот этого модуля. Теперь же каждый раз, когда будет создаваться пользователь, я хочу для него создавать аккаунт. Как мы это сделаем? Сделаем мы это следующим образом. Можно банально вот здесь вынишила и сказать create account и дальше завести соответствующий метод приватный, который так и называется create account. И он будет говорить, что account равен account new self следующим образом. И дальше мы скажем, что у нас появляется новый атрибут accessor. Хотя на самом деле давайте тоже, наверное, скажем, что это будет reader, потому что я не предполагаю, что это будет можно менять как-то извне. Вот у нас появился теперь аккаунт. Я хотел бы, чтобы при вызове метода, например, balance на юзере, проброс этого метода осуществлялся сразу вот сюда в аккаунт. То есть чтобы мы могли сказать user.balance, чтобы мы получили баланс, но сам метод, чтобы вызывался здесь на аккаунте. Что для этого нужно сделать? Для этого можно использовать такую вещь, как forwardable. это модуль ruby. Если не знаете, как этот модуль работает, очень советую посмотреть урок, который тоже есть на канале в секретах класса ruby. Он доступен. Ссылка будет в описании. Рассказывается, как forwardable работает. Теперь здесь нам нужно сказать extend. И дальше чуть ниже мы можем объявить delegators следующим образом и сказать, что на аккаунт я хочу пробрасывать баланс вот так. Получается вот такой интересный класс. И теперь давайте это дело немножечко потестируем. В первую очередь я хотел бы проверить, что у пользователя, которого мы создали, есть аккаунт. И этот аккаунт принадлежит правильному классу. Для этого мы откроем user.spec и сюда допишем куда-нибудь еще один тест. Скажем, например, it has account. Тут скажем do. И далее нам нужно просто проверить, что user.account возвращает объект, который принадлежит правильному классу. Поэтому мы скажем be an instance of. И дальше мы просто скажем exchange it account. Вот так. Это первая вещь. А вторая вещь я хотел бы проверить, что по дефолту у пользователя нет денег на счету. То есть что баланс этого пользователя составляет 0. И сразу же здесь в этом тесте мы проверим, что метод balance вообще доступен. Поэтому мы скажем it has zero balance by default, например. И здесь мы напишем, что user.balance должен быть равен собственно нулю. Обратите внимание, что здесь мы как бы убиваем сразу двух зайцев. Во-первых, мы тестируем, что метод balance на юзере можно вызвать. И что действительно баланс является правильным. То есть у нас этот тест сразу два, можно сказать, случая покрывает. Давайте запустим arspec. Посмотрим, что у нас тут происходит. Ага, ну да. Я опечатался. У меня получалось здесь неправильное имя класса. Сразу здесь видно, на какой строке это происходит. Пробуем еще раз. Все зелененькое. Все замечательно. Иногда такой процесс называют red green refactor. То есть сначала, значит, ничего не работает. Потом мы все починили. Потом мы переходим к коду и вносим какие-то изменения. И весь этот процесс повторяем, собственно, заново. Итак, замечательно. Вроде бы все неплохо. Но здесь, в принципе, вот так писать it has account мне кажется немножечко странно, потому что здесь мы просто проверяем метод account. И вместо того, чтобы писать it has account, я бы хотел сказать как-то более лаконично, что мы просто проверяем этот метод как таковой, что он вызывается. Но с вот этим словом it тут не очень понятно, как это сформулировать. Но, к счастью, arspec предлагает нам специальные синонимы для метода it. И таких синонимов есть два. Это, во-первых, example. И сюда тоже можно передавать некоторую строку. То есть описывать, что делает этот пример, что делает этот тест. А также есть еще specify. Это тоже синоним для it. То есть все вот эти вот три вещи они делают абсолютно одно и то же. Они создают новый тест. Но просто чтобы мы могли более понятно объяснять, что этот тест, грубо говоря, делает. Потому что specify используется в каких случаях? Если мне нужно просто объяснить, что здесь я тестирую какой-то метод. Поэтому вместо того, чтобы писать it has account, я здесь могу сказать что-нибудь в духе. Аккаунт вот так. Причем вот эта решетка обозначает, что это метод образца класса. Если бы это был классовый метод, тогда бы я здесь поставил точку. То есть вот я могу просто сказать specify account. И здесь всем понятно, что я тестирую просто вот этот метод. Example же используется в том случае, если, например, мы тестируем разные входные значения для, например, одного и того же метода. То есть это можно обрамить в какую-то собственную группу, например, группу describe и сказать что-нибудь в духе describe some method. Вот так, да, можно сказать. И потом сделать несколько экзамплов, что, дескать, мы на вход подаем там значение 1, например, с ним тестируем, что все работает. Потом значение 2 подаем на вход, тоже тестируем, что с ним работает и так далее. То есть вот в этих случаях можно использовать экзампл. Specify используется, если я просто хочу, например, записать название метода. It используется во всех других случаях, когда мне нужно более подробно описать, что конкретно этот тест делает. И в остальном все это синонимы и разницы в них нет абсолютно никакой. Хорошо. Вот давайте переработаем немножечко этот тест. Давайте запустим и проверим, что это действительно работает. То есть, как видите, визуально абсолютно ничего не изменилось, за исключением вот этой вот части. Обратите внимание, что здесь в UserSpec я не хочу тестировать вещи, которые связаны с аккаунтом, как таковым. То есть я не хочу, например, проверять, что правильный UID генерируется для пользователя, потому что эта вещь связана не с юзером, это вещь связана с аккаунтом. Поэтому для того, чтобы протестировать вот эти такие специфичные вещи, я хотел бы создать отдельный файл, назвать его accountspec.rb и уже здесь тестировать все, что связано с аккаунтом напрямую. Поэтому давайте мы вот эту часть скопируем, вставим сюда и скажем, что здесь мы теперь тестируем аккаунт. То есть мы видим, что мы все-таки разносим наши тесты по разным файлам, чтобы было понятно, где чего тестируется. В идеале не должно быть такого, что мы создаем один гигантский файл, и он тестирует все на свете. Это очень неудобно, этим неудобно управлять. Лучше делать вот такое логическое разбиение. То есть здесь только то, что связано с юзером и с его методами, здесь уже то, что связано с аккаунтом. То есть здесь я хотел бы тестировать этот аккаунт отдельно, но тут есть небольшая проблема. Чтобы мне инстанцировать аккаунт, мне сюда нужно передать какого-то юзера. С одной стороны можно было бы в let, например, засунуть просто какого-то юзера и сказать там exchange it user.new, создать какого-то пользователя и так далее. Но здесь я хотел бы показать немножко другой подход, который нам позволит изолировать эти тесты и вообще, грубо говоря, исключить класс юзер как таковой. Как это можно сделать? Это можно сделать просто-напросто путем, будем говорить, симулирования этого класса пользователя. То есть вместо того, чтобы здесь создавать пользователей и писать вот так exchange it user.new и передавать имя и фамилию, я хочу сделать специальный класс-заглушку, назвать, например, user class. И здесь мы будем использовать такую вещь как struct. Это структура данных, которая доступна в Ruby изначально. И мы скажем, что этой структуры данных будет имя и фамилия. То есть эта структура данных будет отвечать на те же методы, что и отвечает пользователь. Но здесь я как бы пользователя напрямую не передаю. Может быть в данном случае это overkill, но в некоторых случаях это бывает очень полезно. Особенно если инстанцирование класса стороннего это операция долгая и дорогостоящая. Вот поэтому такие заглушки используются очень часто. И потом мы еще поговорим более подробно про то, как использовать класс-дабл, инстанс-дабл и так далее. Ну, пока скажем, что вот такая у нас появляется заглушка. И давайте теперь создадим новый аккаунт, который, например, принадлежит пользователю по имени Джон. Здесь мы скажем, что described class, потому что мы сейчас описываем аккаунт. Соответственно, я хочу инстанцировать этот аккаунт. И сюда я, собственно, передаю вот класс-заглушку. Вот этот. Поэтому мы скажем, например, userclass.new. И это у нас будет Джон по фамилии до, например. То есть вот это наш пользователь, который отвечает на методы name и surname. И мы просто передаем его вот сюда, вот в метод new. Таким образом мы порождаем новый аккаунт. Все довольно просто. Давайте проверим, что, например, у Джона по умолчанию будет нулевой баланс. Для этого мы можем сказать, что джон.баланс должен быть равен нулю. Теперь я хотел бы проверить, что у него есть правильный UID. Для этого нам нужно посчитать соответственно хэш каким-то образом. В первую очередь мы можем проверить, что вообще говоря, джон.уид это instance of string, потому что UID это строка. Почему? Потому что вот здесь будет возвращена именно строка. То есть хэш это именно строка, а не что-то иное. Вы можете сказать, что а как насчет вот этого случая. Но этот случай мы опустим и к нему вернемся чуть позже. Пока рассматриваем случай, когда все хорошо, когда есть имя и фамилия, и мы можем посчитать хэш. В принципе, мы можем здесь просто взять и посчитать тот хэш, который должен быть. То есть мы можем сказать джон.хэш и передать сюда джон до следующим образом. И далее сказать, что джон.уид равен тому хэшу, который мы ожидаем здесь увидеть. То есть это самое простое. Ну, прекрасно. Теперь давайте скажем rspec. Вот у нас появилась новая группа тестов. То есть все замечательно. Теперь же вернемся к случаю, когда аргументов нет вовсе, и этот метод возвращает nil. Нам это тоже нужно протестировать. То есть нам нужно понять, что все работает здорово, если аргументов нет. Но эта вещь, она не связана опять же с аккаунтом напрямую, поэтому тестировать ее в аккаунте я не хотел бы. Я хотел бы создать отдельные тесты вот для этого модуля uid, и там все это дело уже тестируют. То есть все пограничные случаи. То есть опять же мы это дело все изолируем. Мы все не засовываем в один и тот же файл. Поэтому здесь в exchange.it мы создадим utils и скажем, что uid.spec.rb вот такой новый файл. Здесь мы описываем этот модуль, но возникает вопрос, как этот модуль тестировать. Потому что чтобы протестировать вот этот метод, чтобы его вызвать, этот модуль нужно куда-то подключить. То есть нужно где-то сделать include или extend. Некоторые делают вот так. Некоторые пишут, что include describe class. И тогда все методы вот этого модуля будут доступны вот в этом блоке, вот здесь внутри. Но я вот хочу предостеречь, что делать так лучше не надо, потому что иногда это может привести к конфликту имен. То есть если у вас какой-то метод конфликтует с методом из arspec, то могут быть непредсказуемые последствия. Поэтому вот так вот инклюдить напрямую модули я бы не стал. Если честно, вместо этого делают специальную вещь, дают такую штуку как дамми, то есть опять же заглушка. И создают внутри просто анонимный класс с помощью class.new. И вот в этот анонимный класс внутрь делается include нужного модуля. К сожалению, здесь мы не можем сказать внутри described class, потому что здесь уже это как бы другой блок, и тут described класс вот здесь внутри будет не виден. Но тем не менее, мы сюда просто передаем нужный модуль, мы его сюда инклюдим. И дальше для этого класса мы можем сказать .new. То есть вот эта часть сначала создаст класс как таковой, а вот эта часть уже этот класс инстанцирует, и образец этого класса засунется вот в эту переменную дамми. То есть это у нас, дорогие друзья, очередная заглушка, которую мы будем сейчас использовать. Ну и теперь я хотел бы, собственно, протестировать вот этот метод hash, потому что он теперь будет доступен вот для этого объекта дамми, потому что мы сюда заинклюдили вот этот модуль. Для этого метода hash я хотел бы протестировать два случая. Когда аргументов нет и когда аргументы есть. поэтому я думаю, что желательно сгруппировать эти тесты в одну группу. И для того, чтобы что-то сгруппировать в группу, используется, собственно, describe. То есть вот ровно тот же метод, который мы тут уже использовали. Только просто вот этот вот как бы родительский describe, самый высокоуровневый. Но в этом describe, как ни странно, можно создавать другие describe, то есть дальше группировать ваши тесты. Это допускается. Например, мы можем сказать describe.hash. То есть мы описываем вот этот метод. И первое, что я хочу протестировать, it returns.nil when no arcs were given. Например, то есть когда аргументов нет. Мы хотим проверить, что там возвращается nil. И мы поэтому скажем to be nil. Обратите внимание, что вот эта вот новая вещь be nil. Она работает почему? Потому что объект, который возвращается вот здесь, отвечает на метод nil с вопросительным знаком. Это можно легко проверить. Если, грубо говоря, открыть консольку и сказать, что у нас есть объект nil, мы можем спросить, являешься ли ты nil? Он скажет да. То есть, коль скоро вот этот метод у нас доступен с вопросительным знаком, мы можем здесь сказать be nil следующим образом. В принципе, все. На этом тест завершен. Давайте напишем еще один тест и скажем it returns string when at least one argument was given, например. Или как-то так. Ну, давайте попробуем вызвать dummy.hash. Здесь мы передадим, например, одну строку, вторую строку. И здесь, в принципе, мне совершенно не важно, какой хэш будет посчитан для этих аргументов. Мне важно, что он будет посчитан и что это будет именно строка, а не что-то другое. То есть, здесь я просто проверяю, что этот метод не возвращает никаких ошибок и что это строка. Какой там хэш конкретно, в данном случае, совершенно не важно. Главное, что это работает. Итак, проверяем. Теперь еще раз. И мы видим, что вот у нас появляется, собственно, наша новая часть. Вот появляются у нас новые тесты. Вот наша группа. И вот в этой группе, собственно, имеется два теста. Все замечательно работает, как видите, все здорово. Теперь давайте немножечко еще сегодня попишем тесты. Я хотел бы добавить следующий функционал сюда в аккаунт. Я хотел бы сделать так, чтобы можно было переводить денежные средства между разными аккаунтами. Это у нас будет сделано очень так наивно и немного топорно, но этого будет достаточно в целях демонстрации. Предположим, что у нас появляется метод transfer, который можно вызвать на аккаунте. transfer принимает ресивера, то есть кому переводим, и принимает amount, то есть сколько переводим. И затем для того, чтобы перевести деньги, я должен сделать что? Я должен списать деньги у себя, то есть нужную сумму денег я у себя должен списать, а получателю я должен эти деньги просто забросить на счет. Вот так вот. Конечно, в идеале весь этот перевод должен сделан быть в виде транзакции, чтобы не получилось такого, что мы деньги списали, а они не дошли. Ну, понятное дело, но в нашем случае это, в общем, сейчас неважно абсолютно. Я думаю, про тестирование баз данных мы будем говорить еще в дальнейшем, когда перейдем к Ruby on Rails. Теперь напишем вот этот метод withdraw, который денежные средства у нас, дорогие друзья, будет списывать. Что значит списать денежные средства? Ну, это просто значит, что нужно баланс уменьшить на количество денежных средств, но здесь, естественно, могут быть разные варианты. Во-первых, может быть такое, что на балансе не хватает денег, или что amount является не положительным, а вообще отрицательным числом. Если amount отрицательный, то по факту мы деньги не будем списывать, а наоборот их будем сами себе давать. Такого тоже быть не должно, поэтому нам нужно это проверить. Соответственно, я здесь скажу, что в духе raise, unless, например, amount positive, то есть amount должен быть больше нуля строго, потому что списать ноль нет смысла, списать отрицательное количество денег вообще неправильно. Также я хотел бы сказать raise, например, if amount больше, чем balance, то есть мы не можем списать больше, чем у меня есть на счету. Но просто делать raise – это как-то скучно. Желательно, конечно, создавать собственные какие-то ошибки, поэтому мы сейчас создадим вот здесь файлик, который будет называться errors.rb, и мы здесь создадим собственные классы этих ошибок. Собственно, класса мне потребуется здесь два. Первый класс будет называться not enough funds. Мы будем наследовать от standard error. Это, в общем, типичная вещь абсолютно. Standard error объявлено в Ruby уже для нас доступно, то есть мы просто здесь делаем наследование. А второй класс, который я хочу создать, это, например, incorrect sum. То есть если сумма введена некорректно, то мы порождаем вот эту ошибку. Теперь как мы это все будем задействовать? Во-первых, нужно обязательно сразу это все дело подключить вот здесь, чтобы потом это не забыть. Далее возвращаемся в аккаунт. Если amount не больше нуля, то тогда мы скажем incorrect sum. И здесь можно даже дописать что-нибудь в духе amount must be positive, например. Тут мы скажем не incorrect sum, а not enough funds. И мы скажем, например, available столько-то. То есть у нас есть столько денег на счету, но мы попытались снять вот такую-то денежную сумму. То есть вот будет такое сообщение об ошибке. Теперь, во всяком случае, мы предохраняемся от вот этих двух вещей. А далее мы создадим метод, который будет называться депозит. И здесь мы будем делать raise exchange it incorrect sum, если сумма денег не была больше нуля, опять же. То есть нельзя на счет внести отрицательную сумму или сумму, равную нулю. Поэтому здесь мы скажем, что amount must be positive. Если же все в порядке, то тогда мы скажем, что баланс плюс равно amount. То есть мы пополняем баланс на счету. Ну здорово. Я, кстати, не буду делать эти методы private или protected. Почему? Потому что их весьма вероятно пользователю будет нужно вызывать извне напрямую, чтобы денежные средства положить себе на счет. И сейчас мы увидим, как это все будет работать. Ну теперь нам остается, естественно, это все протестировать. Поэтому давайте перейдем в аккаунт spec. И здесь мы можем писать тесты просто как обычно с помощью id. Но я хотел бы некоторые тесты сгруппировать отдельно. Сейчас поясню почему. Для того, чтобы что-то сгруппировать, как мы уже знаем, можно использовать такую вещь, как describe. То есть можно написать describe, do и внутри сгруппировать нужное количество тестов. Но у describe, что интересно, тоже есть свои синонимы. В частности, есть такой замечательный синоним, который называется context. То есть это контекст, в котором мы выполняем наши тесты. Это удобно в том случае, если мы хотим пояснить, что вот эти тесты, например, связаны с какой-то фичей. Или эти тесты тестируют какой-то пограничный случай. Но в данном случае я хотел бы сказать, что контекст у нас будет when performing money withdrawal. То есть здесь я хотел бы засунуть все тесты, которые связаны только со снятием или переводом денег. Первый тест, который я хочу написать, это тест для трансфер. И здесь нам потребуется, естественно, второй аккаунт. Потому что у нас есть уже Джон, но нам нужен второй аккаунт, куда перевести нужно денежные средства. Поэтому мы скажем, что у нас появляется, например, nSmith. и дальше я хочу сделать что? Я хочу взять у Джона сколько-то денег и перевести на счет n. В первую очередь имеет смысл проверить, что на начало выполнения теста у n на счету ничего нет. Как говорится, это такой sanity check, что действительно все работает как нужно, поэтому мы скажем, что баланс равен нулю. Но проблема заключается в том, что у Джона списать мы сейчас ничего не сможем, потому что у него тоже баланс равен нулю. То есть нам нужно Джону на счет что-то забросить. А для этого мы можем сделать очень простую вещь. Мы можем сказать Джон депозит 100. То есть положить ему 100 уe на счет. Дальше мы скажем, что Джон переводит для n 30 уe. И дальше мы должны проверить, что, собственно, баланс Джона и n становится правильным. То есть у Джона должно быть 100 минус 30, понятно, 70. А у n на счету должно оказаться 30. В принципе, все здорово. Давайте проверим. И это работает. Да, у нас вот 10 примеров. До этого было 9. То есть все здорово. Теперь отдельно я хотел бы протестировать метод, который списывает денежные средства. И я хотел бы протестировать все возможные случаи. То есть я хотел бы протестировать вот этот случай, этот и нормальный случай, когда списать что-то удалось. Как мы это сделаем? Это мы сделаем, сказав describe with draw. Обратите внимание, что в контексте может располагаться describe. То есть таких уровней вложенности, в принципе, можно сколько угодно создавать. И первый случай, который я хочу протестировать, что можно просто снять корректную сумму денег. В случае, когда все в порядке, никаких ошибок не возникает. Мы просто скажем john.withdraw, например, 40. И мы будем ожидать, что у Джона на счету равно 60. Но здесь возникает проблема, потому что мы знаем, что у нас все тесты являются изолированными. Поэтому, когда отработает вот этот тест, и когда мы перейдем к следующему тесту, вот к этому, то фактически вот этот объект john пересоздастся, и у него на счету опять ничего не будет. То есть ему на счет никто не положит автоматически в 100.ue, к сожалению. Поэтому нам либо придется делать опять вот так, то есть дублировать этот код, но это очень неудобно. Вместо этого я предлагаю задействовать такую вещь, которая называется hook. То есть это блок кода, который будет выполняться перед или после, или во время тестов. В нашем случае нам потребуется hook, который называется before. Можно написать each, можно each не писать, потому что each — это и так аргумент по умолчанию. Короче говоря, перед каждым тестом я хочу кладить на счет Джона 100.ue. То есть каждый раз, когда запускается новый тест, перед ним будет выполняться вот эта штука. Потом переходим к следующему тесту, да, вот к этому. Опять эта штука выполняется и так далее. Это очень-очень удобно. Есть еще after и есть еще around. Hook'и. Я думаю, про них мы еще потом отдельно дополнительно поговорим. Так вот, теперь все должно работать, я думаю, неплохо. Сохраним все это дело, запустим тесты и увидим, что у нас 11 примеров, тоже все работает. Но тут понятно, что нам нужно отдельно протестировать случай, когда кто-то пытается снять сумму, которая слишком, например, большая. То есть что денег на счету столько нету. Как это протестировать? Ну, например, мы попытаемся списать у Джона 150.ue, а у него на счету только 100. Как протестировать возникновение ошибки? Для этого мы тоже можем использовать expect, но здесь нужно передать лямбду или процедуру. То есть мы вот эту штуку должны обрамить вот так вот в лямбду и сказать, что to, и затем raise error. Дальше мы должны сказать, какую ошибку вот эта лямбда должна породить. И ошибка здесь будет not enough funds. И дальше вторым аргументом можно передать либо строку, либо регулярное выражение. То есть то сообщение, которое я ожидаю увидеть. Наше сообщение будет выглядеть следующим образом. Available but tried и так далее, и так далее, и так далее. Я не хочу все это сообщение здесь писать досконально и полностью, поэтому я скажу просто, что у нас будет регулярное выражение, которое будет в себе содержать вот такую часть. Available 100. Почему? Потому что на счету у Джона будет именно 100 уе. То есть вот такая ошибка будет порождена. Сохраним, запустим. Но здесь вы можете увидеть вот такой deprecation. Он, кстати, появился совсем недавно. То есть буквально еще на прошлой неделе ничего подобного не было. Говорит он о том, на самом деле, что больше лямбду здесь передавать не нужно. Вот раньше везде можно было встретить именно, что лямбду передавали. Теперь же, как выясняется, это делать не нужно. И достаточно вот так писать, то есть просто блок сюда вот так передавать. Следующим образом говорит to raise error. То есть это должно сработать. Давайте проверим. И мы видим, что теперь никакого deprecation нет, и все отлично тоже работает. Поэтому на это обратите внимание. Можно все еще писать с лямбдой, но уже, в принципе, это совершенно необязательно. Теперь я хотел бы проверить, что нельзя снимать, например, отрицательную сумму. Поэтому я скажу doesn't allow to withdraw a negative sum. Следующим образом. А в этом случае ошибка у нас будет другая. То есть здесь будет incorrect sum. И здесь будет написано amount must be positive. Поэтому давайте мы попробуем здесь снять, скажем, минус 1000. Скажем, что incorrect sum. И здесь ошибка тогда будет must be positive. Опять же, полностью я это сообщение писать не хочу. И последняя вещь, которую я хочу проверить, что нельзя снимать 0. Поэтому здесь мы скажем zero. И здесь мы попытаемся снять 0. И все остальное останется прежним. То есть, в принципе, мы видим, что следующим образом мы покрыли все возможные случаи. Нельзя снять слишком много, нельзя снять 0, нельзя снять отрицательную сумму. А этот случай, четвертый, покрывает все остальное. То есть, что можно снять правильную сумму. В принципе, все. То есть, мы видим, что мы не тестируем все суммы на свете. Это невозможно сделать. Нужно просто идентифицировать несколько возможных сценариев, самых типичных, и работать с ними. Потом уже, если будут возникать какие-то дополнительные пограничные случаи, их можно уже описывать будет отдельно. Проверяем, еще два примера добавилось, тоже все работает. Теперь мы закончили, в принципе, вот с этим контекстом, который связан с снятием денежной суммы. Отдельно можно, в принципе, протестировать метод deposit. Хотя, вообще говоря, уже этот метод мы и так тестируем. Мы проверяем, что он работает. Но никакого специального теста для него нет. Но все же здесь мы проверяем только хороший сценарий, то есть, когда сумма правильная. Мы не проверяем сценарий, когда сумма неправильная. Поэтому мы скажем describe deposit, do, and. И затем мы скажем, что it allows to deposit correct sum. И мы попытаемся, например, на счет n положить, скажем, я не знаю, 30. И проверим, что баланс у n становится равен именно 30. То есть, все здорово. Теперь же я хочу проверить, что нельзя класть отрицательную сумму. Я, наверное, вот эту часть просто скопирую и немножечко ее модифицирую. Мы скажем negative sum. Далее мы скажем deposit. И попробуем положить, например, минус 150. И здесь должна возникнуть ошибка incorrect sum. И тут у нас будет must be positive следующим образом. Ну и последний возможный случай. Это когда кто-то пытается класть 0. Поэтому мы скажем zero. Тут попытаемся положить 0. 0, а все остальное останется прежним. Но здесь только не john, а n у нас, например. Пусть будет для разнообразия. Ну и в общем все. Таким образом мы с вами протестировали все возможные случаи. Вот у нас в итоге 17 примеров получилось. И мы видим, что в принципе эти тесты проходят очень-очень быстро. То есть практически мгновенно. Конечно, могут быть случаи, когда огромное приложение, там сотни и сотни тестов, или даже, может быть, тысячи тестов, и они могут требовать времени для прогона, особенно если это системные тесты. Но еще в дальнейшем поговорим о том, как тесты можно тегировать, чтобы, например, прогонять только быстрые тесты, или только медленные, и так далее. Ну что ж, осталось нам, наверное, запустить рубокоп, посмотреть, что нам тут он сообщит. Многое он может исправить. А, ну в принципе, он не то, что многое, он может, в общем-то, все исправить. Да, то есть замечательно абсолютно. То есть проблем нет никаких. Он тут добавляет магические комментарии и все такое. То есть, в общем-то, ничего особенного. Я здесь, кстати, хочу обратить внимание ваше, что для рубокопа я, видите, в прошлом уроке записал multiple expectations, максимальное количество 10, потому что по умолчанию рубокоп будет ругаться, если у вас в рамках одного теста несколько встречается слов expect. Это не ошибка, в принципе. То есть это дефолтная вещь для рубокопа. То есть он будет говорить, что, дескать, вот в одном примере должен быть только один expect. Но, честно говоря, я не считаю, что нужно вот настолько тут следовать букве правил каких-то, тем более не сказать, что это прям правило. Здесь нужно здравым смыслом, грубо говоря, руководствоваться. То есть некоторые люди действительно пишут так, что один пример, один expect. Но мне кажется, это не всегда нужно, и, в общем-то, не нужно на это зарубаться. В конце концов, рубокоп – это вещь, которая должна вам помогать, а не стоять, наоборот, у вас на пути. Поэтому тут просто нужно выбрать какое-то более-менее приличное значение, ну, там, может быть, 5 expectations или 10 максимум. И, в общем-то, на этом успокоиться. То есть действительно, вот больше 10 там expect, наверное, в одном тесте лучше не писать. Но если их там будет несколько штук, в общем, ничего страшного, абсолютно не произойдет. Ну и так, после того, как мы прогнали рубокоп, проверим, что все еще у нас это все замечательно работает. Мы видим, что у нас все здорово. Поэтому давайте на этом закончим данный урок. Надеюсь, он был для вас интересен. Не забывайте подписываться на канал и надеюсь увидеть вас в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok